В прямом эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. Продолжаем цикл передач, посвященных подготовке и проведению единого государственного экзамена в нашем регионе. У нас в гостях председатель предметной комиссии по химии Вера Зубенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Алексеевна, в этом году, 16 июня, некоторые выпускники будут сдавать ЕГЭ по химии. Кто его выбирает и почему? Вообще-то вы, наверное, знаете, что химия достаточно сложный предмет в школе. И он самый последний из цикла естественных наук вводится в программу средней школы, общеобразовательной. И поэтому, в общем-то, выбор стоит очень сложный перед детьми, выбирать предмет или нет. И выбирают его только те дети, которые очень полюбили этот предмет. То есть химик – это вообще-то призвание, можно так сказать. А то, что популярен он среди детей нашего города, ну, по России, в общем, занимает третье место среди предметов по выбору. А дети нашего города в связи со спецификой вузов Севастополя, ну, в общем-то, не очень много выбирают этот предмет, чтобы сдавать. Но на сегодняшний день, вот в этом году уже побольше детей сдают химию. По сравнению с предыдущим? По сравнению с предыдущим годом, да. В 11 классе, а 9 классы в этом году вообще впервые сдают предметы по выбору. И достаточно такое вот большое количество детей выбирали этот предмет. В каких специальностях требуются знания по химии? Ну, в основном, это самая популярная, конечно, специальность – это медицина. Да, это самая популярная. Но, вообще-то, есть и другие специальности, о которых дети просто, в общем-то, наверное, не догадываются. Хотя в школах проводятся профориентационные работы. Но вот в моей практике были дети, которые поступали в вузы химико-технологические. То есть это специальности химико-технолог, пищевой промышленности, например. А для нашего города это достаточно тоже, можно сказать, популярно, потому что у нас виноделие развивается. И у меня были дети, и сейчас вот они даже работают на заводах, вот завод Инкерманский, которые выбирали такие специальности. И есть еще много различных лабораторий в городе. Это и лаборатория стандартизации качества пищевых продуктов, это лаборатория химическая в водоканале. Ну, в общем-то, можно выбирать, только побольше как бы популяризировать, наверное, предмет. В общем, все там, где необходимо лабораторное исследование с веществами. Каковы особенности формы проведения экзаменов в 9 и 11 классах? Ну, в этом году в 9 классах, как и для всех остальных предметов, сдается экзамен в двух форматах. То есть это ОГЭ, основной государственный экзамен, и ГВЭ – это государственный выпускной экзамен. ОГЭ-экзамен – это достаточно сложный, 22 задания входят в состав этого экзамена. И из них три задания открытого типа, то есть это то, что проверяет как раз-таки предметная комиссия. А остальные тестовые задания, они проверяются, машины обрабатываются. И ГВЭ – это упрощенный экзамен, он содержит всего 12 заданий, и они полегче. И, в общем-то, 12-я там задача тоже не особо сложная. То есть вот такие. Что касается 11 класса. 11 класс, в общем-то, по сравнению с 2015 годом практически ничего не поменялось. Всего содержит экзамен 40 заданий. Из них 26 заданий – это базового уровня школьной программы. С 27 по 35 задания – это повышенные сложности. И задания открытого типа, то есть то, что проверяет предметная комиссия, это задания высокого уровня сложности. В общем-то, достаточно сложные такие вот задания. Всем известно, что результаты ЕГЭ оцениваются по бальной системе. А каковы же критерии оценивания по химии, и как будет происходить это оценивание? Критерии оценивания существуют два типа баллов. Есть первичный балл, и есть тестовый балл. То есть первичный балл – это то, что ребенок набирает конкретно на экзамене. Я вам уже говорила, что с 1 по 26 задания оцениваются в 1 балл. С 27 по 35 – это 2 балла. И, соответственно, задания высокого уровня сложности. Там уже критерий, подход такой вот разный к заданиям. В зависимости от того, что там требуется найти, это может быть 3 балла, 4 и даже 5 баллов. Есть задания, которые оцениваются в 5 баллов. То есть в общей сложности получается первичный балл – 64. По специальным формулам переводятся они в тестовые баллы, тестовый балл – 100 баллов. И, в общем-то, потом выдаётся результат ребенку. И существуют минимальные границы как для первичного, так и для тестового балла. То есть первичный балл – минимальная граница 14, а тестовый – минимальная граница 36. То есть дети знают вот об этой цифре. 36 баллов им надо набрать при переводе. А максимальный балл – это 80 для тестового оценивания. Были ли особенности подготовки учеников в этом году и какие формы преобладали при подготовке? Ну, вообще, учителя нашего города, конечно, они готовят по всем предметам учеников к ЕГЭ. И, начиная с 8 класса, проводят различные работы самостоятельные, контрольные, в тестовой форме. То есть приучая детей к этой работе. А уже в старших классах, уже 10-11 класс, с ребятами проводятся дополнительные занятия в форме факультативов, элективных курсов, где готовимся к ЕГЭ непосредственно. Какое задание считается самым трудным по химии для детей и почему? Ну, знаете, наверное, по химии простых заданий не бывает. Наверное, вот, ну, я бы сказала, все сложно. Потому что даже задания базового уровня, они вызывают затруднению детей, потому что здесь проверяется умение ребенка оценивать себя самостоятельно. Все, один на один с вопросом. Оценивай себя. А те, которые задания повышенного уровня сложности, то есть мы их называем задания на соответствие, там оценивается такое, как умение, как систематизировать полученный материал и что-то там тоже выбирать. Но уже высокий уровень сложности, там очень сложные задания, комплексные задания. В комплексе все и умение применять свои математические, даже знания математика в химии очень необходимо. То есть если ребенок хорошо занимается по математике, то химия должна, в общем-то, быть для него не так сложна. И вот в последней открытой части заданий там, ну, я не знаю, дети справляются, конечно, очень тяжело. Но те, кто хочет, стараются, конечно, они готовятся, есть очень хорошие результаты. Вы бы могли привести какие-то примеры из этих трудных заданий? Прямо специфически по химии, да? Ну, чтобы понять хотя бы, о чем вы учите. Ну, вот примеры, допустим, идет речь о превращениях. Есть такие вот превращения в неорганической и органической химии. То есть это пишется уравнение реакции. И ребенок должен написать эти уравнения, зная огромный материал практических действий. То есть там, допустим, пишут, выделяется газ там с запахом или нет. То есть он должен знать, какой это газ, как его получить. Или изменяется цвет в красный. Он должен тоже знать, какие вещества будут вступать в реакцию. То есть помимо теоретической базы он еще должен в голове держать и всю практическую составляющую. Да, всю практическую. То есть это очень сложно. Вот именно что вот для химии, помимо теоретической, огромная практическая. То есть мы-то в школе делаем практические работы, а еще это надо все держать в голове. Ну, тут лабораторные работы, наверное, на первый план выходят в том числе. Хотя можно обойтись без них, если вы учите все. У нас есть видеоопрос севастопольцев по вопросам из общего курса химии. Давайте послушаем. Какой газ является самым легким? Кислород, неон, метан или водород? Ну, наверное, водород. Самым легким? Ну, кислород, наверное. Наверное, водород, я не знаю больше. Кислород. Водород? Ну, кислород, наверное. Водород. Кто из ученых был химиком? Лобачевский, Там, Павлов, Менделеев? Менделеев. Ну, Менделеев, походу. Менделеев, конечно. Менделеев. Павлов был биологом, Менделеев был химиком. Менделеев. Менделеев. Что из перечисленного является химическим индикатором? Козеин, ацетон, тринитролуол или лакмус? Лакмус. Я не в курсе, короче, но, наверное, лакмус. Ацетон, наверное. Лакмус. 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 Что из перечисленного не вещество, а смесь веществ? Метан, вода, углерод или бензин? Вода. Углерод, да. Бензин. Метан. Бензин. Бензин, наверное. Бензин. Как химики называют хорошо растворимые в воде основания? Соли, кислоты, щелочи или спирты? Щелочи, наверное. Спирт, походу. Щелочи. Соли. Щелочи. Соли. Щелочи. Что ж, вопросы, конечно, не из открытой базы данных ЕГЭ, гораздо проще, много правильных ответов, но, тем не менее, среди них встречались ошибочные. Ну, достаточно прилично вообще-то все это получилось, да, молодцы. Давайте с вами поговорим о том, какие же наиболее вероятные ошибки встречаются при сдаче ЕГЭ по химии. Ну, наверное, я буду повторяться тоже. Ну, наверное, я буду повторяться тоже. Это самое главное. Это самое главное. И тогда будет результат лучше. Как же правильно распределить экзаменационное время, чтобы получить максимально положительный результат по экзамену? На экзамен по химии отводится 210 минут. И вот на тестовую часть, это базовый уровень, достаточно часа. Затем можно 30 минут оставить, 30-40 минут на задание повышенного уровня сложности. Ну, и, конечно, побольше времени оставить на задание высокого уровня сложности, потому что там очень сложные комбинированные задачи. И потом 30 минут проверить, записать, тесты желательно записать, как ответил сразу, ну и с заданиями порешать, проверять несколько раз. Ваше мнение, достаточно ли прошло времени для того, чтобы подготовиться ученикам к сдаче ЕГЭ, в отличие от предыдущей формы экзаминирования госэкзамена? Ну, знаете, химия-наука, в общем-то, она не меняется нигде. То есть химия, на есть химия, законы везде одинаковые. И если ребенок готовится серьезно к экзамену по химии, то он, в принципе, должен знать все. И поэтому про время здесь говорить, наверное, ну я даже не знаю, с восьмого класса изучают химию, вот с восьмого класса надо включаться в работу. И есть такие дети, которые уже себе поставили цель поступать, допустим, в медицинские вузы, и они готовятся, начиная с восьмого класса. И поэтому времени уже будет достаточно. Но, тем не менее, уровень сложности самих заданий, он растет? Ну, пока еще нет. Нет. Наверное, в ближайшее время не будет. Ну, и напоследок, какие же советы вы бы могли дать тем, кто в этом году будет сдавать экзамен по химии? Ну, я уже сказала об этом. Прежде всего, подготовиться психологически. И уж если выбрал предмет химии, то ты уверен, что ты знаешь, ты идешь на этот экзамен. Поэтому главное не волноваться. Все, что знаешь, все ответишь хорошо. Ну что ж, время нашей передачи истекло. Благодарю, что поделились с нами актуально, особенно для выпускников и тех, кто сдает этот экзамен информации. Спасибо, что пришли к нам в студию. Говорили о подготовке к ЕГЭ с председателем предметной комиссии по химии Верой Зубенко. На этом мы ставим точку. Эфир же телеканала продолжается. Увлекательная тема еще впереди. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»